А сейчас информация от телеканала Панорама ТВ, входящего в наш медиахолдинг. Журналисты канала оценили туристическую привлекательность российских регионов. Число путешествующих по России туристов и экскурсантов в нынешние новогодние каникулы в период с 30 декабря 2022 по 8 января 2023 года превысило 10 миллионов человек. Наша Тверская область вошла в первую десятку среди самых посещаемых туристами и приняла примерно 700 тысяч гостей. Что аж на 21% больше, чем годом ранее. Большинство туристов и жители региона предпочли отмечать Новый год и Рождество за городом. В топе популярности отдых на озере Селигер, Канаковские курорты, а также музеи и достопримечательности Лихославля и Торжка. По словам гостей нашего региона, более всего они были наслышаны об императорском путевом дворце, колокольне Никольского собора в Калязине, Нилостолобенской пустыне на озере Селигер. Музей Тверского быта о доме пояса в Торжке. Также многие туристы хотели посмотреть на множество памятников, расположенных в разных частях Тверской области, такие как Афанасию Никитину, Ржевский мемориал советскому солдату, памятник Михаилу Тверскому, многим другим историческим личностям, которые оставили свой след на нашей Тверской земле. О том, какие места Верхней Волжи вызывают наибольший интерес у туристов и что могли бы порекомендовать гостям сами тверичане, мы выяснили в ходе нашего опроса. Какие достопримечательности Тверской области вы порекомендовали бы туристам из других регионов? Вообще у нас Тверь сама по себе вся красивая, у нас очень много туристов бывает. По достопримечательностям это набережная наша Афанасия Никитина, там есть и памятник ему, у нас очень красивая набережная с двух сторон. Ржев. Почему именно Ржев? Там стояла патриотический памятник и так далее. Ну и Тверь. А какие в Твери достопримечательности, например? Храм Воскресения Христова, Вознесенский храм Афанасия Никитина, Наверное, набережная, горсад, трехсвятская, парк Победы. Торжок, Василёва, Борисоглебский монастырь и Архангель Михаила там церковь. Иснаск, конечно, стал очень такой, ну, краеведческий музей, очень стал, ну, таким, ну, красивым. И путевой дворец тоже, даже гордость охватывает, как вот, ну, как русский музей, можно сказать, в Питере, но такого столу уровня хорошего. Селигер можно съездить, посмотреть, Нилову пустынь. А в Твери, например? Ну, старый Волжский мост, достопримечательность, памятник Пушкину есть. В области я, как человек со Сташкова, советую всем на Селигер отправиться. Селигер – невероятное место, на Нилову пустынь съездить. Вот это, наверное, самое вот для меня прекрасное. Селигер – невероятное место, на Нилову пустынь. Продолжение следует...